Приветствую вас, друзья! Снова прибыла посылка с замочком. На этот раз из Томска. Итак, мы имеем небольшой бронзовый замочек, происхождение которого пока не совсем ясно. Обозначений никаких, кроме небольшого изображения в середине в виде то ли вазы, то ли сосуда какого-то. Ключ у замка плоский, который несложно делается. Я об этом уже упоминал, второй раз рассказывать не буду. Подобный замочек у меня есть, подобный в плане изображения, эмблемы. Но я не разыскиваю его производителя, так как он был самодельным ключом, он железный. Видео я снимать о нем не планировал, но когда попался второй с таким же логотипом, я решил, что об этом будет видео и надо покопаться в интернете. Что же за замки такие? Обозначений никаких нет ни на том, ни на другом. В поисковик забивал эмблема ваза, сосуд. Как вы думаете, что это изображено все-таки на эмблеме? В конце видео я расскажу о том, что это. Открыл замок без особого труда. Нашел у себя в запасах плоский ключ, который когда-то я купил на Авито и готовил под другой замочек. Но он туда не подошел. Какой-то замок Zepus. Но форма у него идеально подошла к этому замку. И был изготовлен ключик. И получилось найти, что это замок компании FrameLock. Американской. Кто ищет, тот всегда найдет. Очень много фреймов. Очень много. Но мы нашли нужный. Вуаля. Вот он, который стальной. С узорами. Ителированный был, когда-то который. А вот второй герой нашего видео. Бронзовый. На него даже есть патент. Патент номер 478-850. От 12 июля 1892 года. Кто же мог подумать, что это изображение не ваза, не сосуд, а краеугольный камень. Который на английском звучит как Keystone. Патент номер 479. Продолжение следует...